Привет! В мире, где мы гоняемся за битами, есть технология, которая использует всего один бит против всех правил и обещает аналоговую теплоту. Это DSD. И это не просто технология, это загадка. Сегодня мы начинаем наше расследование. DSD – гениальное изобретение или маркетинговый трюк? Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом ролике максимально сжата, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. А теперь поехали! Итак, DSD – Direct String Digital. Звучит солидно. Но когда я слышу однобитное кодирование, мой мозг отказывается понимать. Мы же знаем, чем больше бит, тем лучше звук. Разве нет? Именно этот стереотип и решили сломать Sony и Philips в 1999 году. Они смотрели на стандартный PCM, который живет на наших CD, WAV и FLAC файлах, и сказали – мы можем сделать лучше. Мы можем подойти к цифровому звуку с совершенно другой стороны. Полагаю, они хотели создать цифровой поток, переходящий на следующую ступень вверх по качеству. Улучшить звук уже популярного CD-аудио. То есть это был настоящий прорыв. Попытка принести меломанам что-то лучше PCM, ухудшив при этом разрешение аудио. Ухудшив? Но нет. Представьте себе, вместо того, чтобы тысячи раз в секунду измерять точную высоту звуковой волны, как делает PCM, DSD-модулятор не измеряет высоту волны. Он с безумной скоростью отмечает ее изменения. Ставит единичку, когда волна превышает предыдущий уровень, и нолик, когда не превышает. А что такое DSD-модулятор? DSD-модулятор – это устройство или алгоритм, превращающий аналоговый или цифровой мультибитный PCM-сигнал в однобитный сигнал σ-дельта модуляции. Или DSD-сигнал. Принцип действия в обоих случаях похожий. Точно так же и обратный процесс. ЦАП делает аналоговый сигнал из DSD, а программа аудиоконвертера превращает DSD в PCM. Все это также основано на одном и том же принципе – фильтрации. Оставайтесь с нами и дальше. Мы рассмотрим это все подробнее, и оно станет понятнее. Подожди, давай вернемся к кодированию в DSD. Так просто запоминаем вверх или вниз? Как из этого вообще может получиться музыка, а не просто шум? А вот тут и начинается магия. Скорость измерения изменений волны, частота дискретизации, измеряется не в тысячах, а в миллионах раз в секунду. Мега-Герцы. Стандартный DSD-64 работает на частоте 2.8 МГц. Это в 64 раза быстрее, чем у обычного аудио-CD. С первым приближением это невероятная скорость и позволяет из простейших «да-нет» воссоздать сложнейшую музыкальную картину. Все технические нюансы и детальные схемы по DSD мы разобрали в статьях на нашем сайте. Ссылка в описании, если захотите углубиться в тему. Тут можно запутаться. DSD, Sigma Delta Modulation. Что это все такое? Давай разъясним. Все очень просто. Официально DSD или Direct Stream Digital – это торговые марки, обозначение технологий. Сама технология DSD основана на одном из типов Sigma Delta Modulation или SDM. Последнее является уже научным термином. Это вид представления аналогового сигнала в цифре. В аудиофильском жаргоне DSD действительно является синонимом 1-битной Sigma Delta Modulation. Но даже мультибитную Sigma Delta Modulation иногда называют мультибитной DSD, а также если частоты дискретизации основаны на 48 кГц, а не на 44,1. Но не всякая Sigma Delta Modulation DSD. Эта модуляция не ограничена битами и определенными МГц, например, используемая в ЦАП. Об этом мы говорили в ролике, ссылку на который вы найдете в описании. А PCM или Pulse Code Modulation – это альтернативный метод представления аналогового сигнала в цифре. Теперь, наконец, все стало на свои места. Кстати, если вам интересны глубинные секреты аудиотехнологий, обязательно посмотрите наш плейлист в описании к этому видео. Хорошо, скорость впечатляет, но ведь при таком грубом однобитном кодировании должен возникать просто чудовищный уровень шума. И где он? Он есть. И он правда огромен. Всего два уровня сигнала – 0 и 1. Огромные ошибки квантования. Физику не обманешь. Но! DSD использует гениальный трюк под названием noise shaping – формирование шума. Представьте, что весь этот шум – это мусор в комнате. Он равномерно разбросан по полу и закрывает весь пол и даже стулья – нашу музыку. Так получилось, что мы не можем его выбросить из этой комнаты. Тогда мы берем и сдуваем мощным вентилятором весь мусор в один дальний угол, куда мы никогда не заглядываем. А в нашем случае дальний угол – это что? Это ультразвуковой диапазон. Технология буквально выталкивает всю энергию шума квантования далеко за пределы 20 кГц, туда, где наше ухо его физически не способно воспринять. И в итоге в слышимой нами зоне остается кристальная чистота. Этот фантастический трюк – гениальная манипуляция с особенностями нашего слуха. Но! Мы не останавливаемся на этом. Да, аудиоаппаратура далеко не всегда сильна в воспроизведении ультразвука. В основном она не воспроизводит ультразвуковой шум. Но мы все-таки перед тем, как позвать гостей, уничтожаем этот мусор специальной машинкой. То есть для безопасности при прослушивании DSD мы удаляем этот шум с помощью специальных фильтров в цифроаналоговом преобразователе – ЦАП. Однако есть нюанс – интермодуляционные искажения. И если не отфильтровать ультразвук, то он может стать слышимым из-за этих искажений. Ролик с объяснением интермодуляции найдете в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. Подпишитесь на него. Хитро. Очень хитро. Так где же обитает этот элитарный формат? Наверное, не в каждом плеере его найдешь. Исторически, да. Это диски SACD – Super Audio CD, которые требовали специальных дорогих проигрывателей. Сегодня все проще. Это популярные среди меломанов файлы с расширением DSF или DFF. Но и тут есть нюанс. Чтобы услышать DSD во всей красе, вам нужен ЦАП – цифровой аналоговый преобразователь, который имеет нативную поддержку DSD. Без этого вся магия может потеряться. Ну и, конечно, нужен плеер. Ссылку на список плееров найдете в описании к этому видео. А также в описании найдете видео «Как играть DSD с помощью FUBOR 2000». Но если можно так гениально выталкивать шум, можно ли его убрать совсем из слышимой области? Сделать звук абсолютно идеальным? Ноль шума? Вот здесь мы и подходим к самому интересному – к темной стороне в кавычках DSD. Этот процесс формирования шума основан на обратной связи. А любая система с обратной связью – это потенциальный фактор нестабильности. Что значит нестабильности? Представьте, что вы слишком сильно раскручиваете этот вентилятор, который сдувает шум. В какой-то момент система может пойти в разнос. Цифровой поток Direct Stream Digital создается Sigma Delta модулятором из аналогового электрического или PCM аудиосигнала. Это устройство или алгоритм соответственно, но работают они по одинаковым принципам. При высоком уровне громкости музыки модулятор может сорваться, и на выходе вы получите либо мертвую тишину, либо оглушительный свист прямо в ваших дорогих колонках. Это реальная проблема. Ничего себе! То есть за невероятную частоту приходится платить риском получить вот такое? В большинстве случаев идут на компромисс. Они просто искусственно занижают общий уровень записи в DSD на 6 дБ по сравнению с PCM. Это создает запас прочности, но по сути может не использовать весь потенциал ЦАП полностью. Зависит от ЦАП. Ну и занижение уровня несколько ухудшает соотношение сигнал-шум для тихих сигналов. Значит, идеальный звук снова ускользает? Есть какой-то изъян в самой основе? Скажем так, есть вызов, который требует нетривиальных инженерных решений. Интересно, что существуют продвинутые алгоритмы, которые научились бороться с этой нестабильностью. Например, в нашем профессиональном конвертере Aui Converter используется технология Alpha-S, позволяющая избегать срыва модулятора без такого серьезного занижения уровня. Подробнее смотрите в следующей серии нашего видео. Мы выяснили, что DSD — это гениальный, но непростой формат. И его главный секрет ждет нас в следующей серии. Чтобы не пропустить ее, подпишитесь на наш канал и включите колокольчик. А прямо сейчас вы можете провести собственный эксперимент. Возьмите ваш любимый трек в формате FLAG, WAV, конвертируйте его в DSD с помощью нашего Aui Converter и просто послушайте. Сравните с оригиналом на вашем ЦАПе и сделайте свои выводы. Ссылку на бесплатную версию конвертера вы найдете в описании. И если вам понравится, вы можете приобрести полную версию и не только получить доступ к нашим уникальным студийным технологиям, но и поддержать наш независимый проект, включая этот канал. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречным! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!